Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Затем юмористы переместились во двор ресторана, где по сценарию праздника и должен был состояться тот самый импровизированный городской пикник. Здесь звезды должны были соревноваться в кулинарном поединке по приготовлению стейков, но к тому моменту жар в мангалах уже остыл и погас. Не подвела юмористов-затейников только гвардия голодных репортеров. Они и стали главными зрителями, которые плотным полукругом столпились у столов с мясом и овощами. А что такое в этом завернуто? Сердце киркурова. Ничего себе. Уверены, что вот так выглядит сердце киркурова? А кто пробовать-то будет? Ну как говорил, сам сварил, сам и ешь. Саивные люди. А мясо-то готово. Так, с шутками-прибаутками, стейки пожарились весьма быстро. Однако Иван пробовать мясо отказался. Давай попробуем мясо, дадим всем попробовать. Я не буду фотографироваться с мясом во рту. В стране, в которой... А вот репортеров, уже на протяжении долгого времени подавляющих реплекс слюноотделения, артисты сделали ручными в самом прямом смысле. Кормили с рук. Хватайте, хватайте мясо. Нет, не зубами, руками. Ногами. Следом за урганты Бацикала встали за столы актер «Большой разницы» Вячеслав Манучаров и радиоведущая Виктория Агапова. Чуть позже к жарке стейков присоединились телеведущие Ирина Муромцева и Марика. Над кусками мяса уже все колдовали коллективно и сообща, что больше напоминало обычный сумбурный пикник, чем показательное кулинарное выступление по телевизору. Честно, как бы, может быть, не звучало это как-то, ну не знаю, сейчас много вегетарианцев и так далее, но я не придерживаюсь такого. Я считаю, что еда это прекрасно и хорошего понемножку всегда должно быть. Я все время там на пикниках. Пеку картошку, жарю баклажаны. Я это дело люблю. Я в предвкушении лета, когда все это будет постоянно, постараюсь почаще выбираться. Главным и самым масштабным блюдом вечеринки стал молодой теленок. Наверьте ли, его жарили 8 часов. Без этой предыстории гораздо, наверное, радостнее относилась бы. Нормально отношусь. Когда дают, ем мясо. Когда не хочу, не ем. Торжественный внос горячей туши в зал ресторана вновь собрал пытливых журналистов. Но всеобщим угощением зажаренное животное не стало. Его попробовали только особо почетные гости, хозяев ресторана. Уникальная новозеландская корова. Самостоятельно прилетела рисом около Москва. Да, 10 вечера. Она будет пожарена и всем присутствующим. Ну не всем, Саша. Тем, кто заполнил анкету на сайте партии «Правое дело», друзья. Я думаю, что несколько тренировок в зале спасут меня от передания сегодня ночью. А вообще, я, честно говоря, не напрягаюсь по этому поводу. Само название ресторана «Де Сад» дает волю в его трактовке. Его можно расшифровать как «Райский сад», «Райские кучи». Другая версия созвучна жестокому имени «Маркиз де Сад». А учитывая юмористическую природу Урганта и Цикала, можно предположить, что в названии заложено дружеское приглашение. А-ля «А пойдемте-ка все в сад». Телеведущий Ирине Муромцевой оказался ближе к последний вариант. Как Ширвин говорил, трое в лодке, не считая собаки. В сад, все в сад, товарищи, в сад. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова